Ожидания от школы аналитики, конечно же, были не такими, как они реализовались сейчас, потому что все-таки когда ты ожидаешь, то думаешь, что пройдет нормально, да, но можно сказать, что после школы, что прошло все на высоком качестве и я ожидала, что это будут стандартные тренинги, стандартные спикеры, не особо вдавалась в контент программы. Потом, когда я посмотрела, поучаствовала, я поняла, что контент очень насыщен. Больше всего мне запомнился Азих Каукенов, он рассказывал о том, как в Центральной Азии идет влияние Китая, о том, как мы страны очень сильно сосредоточены внутри региона, но мы думаем о внешних наших партнерах, о внешних игроках. Угрозы безопасности также рассматриваются только внутри региона, когда есть такие внешние державы, способствующие очень сильному влиянию в Центральной Азии, но при этом трактующиеся только с одной стороны. Поэтому это мне запомнилось, запомнилась сессия также Сави Хасановой о том, как применять дату-журналистику, дату-визуализацию в своих аналитических материалах. Я думала, что это было очень практично. Я, конечно, раньше использовала всякие дата-визуализаторы, но не знала о тонкостях, о которых Савиа нам рассказала, и это было очень тельно. Я сейчас готовлю материал по трансграничной реке Сарджаз именно в том аспекте, как эта река повлияет на судьбу Кыргызстана, и при этом нам, как аналитикам, нужно спрогнозировать или попытаться хотя бы предугадать, каковы будут отношения с Китаем в этом вопросе. То есть Китай сейчас очень сильно страдает от водных ресурсов и требует очень много запасов воды, когда как в Центральной Азии, в Кыргызстане вода большим гидропотенциалом мы не реализуем. Это можно увидеть сейчас, да, в свете энергетического кризиса, поэтому Кыргызстану необходимо искать пути решения, а пути решения – это мини-гасы. И для строительства мини-гас нам нужно осваивать эту реку, но нам нужно осмотреть, что проведет, каким последствием проведет реализация этих планов. И моя цель в статье заключается в том, чтобы показать хотя бы первый какой-то обзор по этой тематике, как мы можем использовать эту реку и каковы будут перспективы отношений с Китаем. Спасибо. Эта школа, мне кажется, была уникальна тем, что мы смогли в одном месте собрать молодежь со всех стран Центральной Азии. И мы очень сильно были объединены нашей культурой. Мы сразу же нашли точки соприкосновения, допустим, молодежь Кыргызстана с ребятами из Таджикистана, из Узбекистана, Казахстана. И мы находили какие-то точки соприкосновения, обсуждали совместные наши проекты, какие мы можем сделать. И это была ценность. Ценность еще заключалась в том, что эти знакомства, которые мы здесь приобрели, мы будем использовать в дальнейшем для подготовки наших материалов. И не только материалов, а в целом профессиональной карьеры. Еще можно сказать, что мне запомнилось в этой школе. Это наши страновые презентации, когда мы хотели показать наши страны. Мы при этом изучали другие страны Центральной Азии. То есть казалось, что это все поверхностно. Но на самом деле мы узнали очень много таких детальных культурных вещей молодежь, вещей, допустим, мы Кыргызстанцы готовили различные мемы про Кыргызстан. Когда ребята из Таджикистана показывали культуру. Я, например, впервые узнала, что крыши, которые сейчас устроятся в Таджикистане, они имеют свой особый смысл. Смысл жительства, да, и этим, как мне кажется, идем очень приходят перед другом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!